Впервые за последнее время рейтинг кандидатов президента и действующего премьера Владимира Путина перебрался за 50% и этого достаточно для победы в первом туре, утверждают социологи в ЦИОМ. Согласно опросам Всероссийского центра исследования общественного мнения, если бы выборы состоялись в ближайшие воскресенья, то за Владимира Путина голоса отдали бы 52% опрошенных. 11% отдали бы свои голоса лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, а вот у лидеров «Справедливой России» и «Яблоко» за неделю число сторонников сократилось с 5% до 4% у Сергея Миронова и с 3% до 2% у Григория Явлинского. Также, согласно опросу, с 3% до 2% упал рейтинг бизнесмена Михаила Прохорова. За неделю не изменились показатели рейтинга у главы ЛДПР Владимира Жириновского – 9%, губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева – 0% и самарская оппозиционерка Светлана Пилуновой – 0%. Накануне Фонд общественного мнения опубликовал данные своего опроса и дал премьеру всего 45%. А в прошлый четверг Левада-центр также поделился результатами своих исследований, которые были проведены еще в середине декабря. И социологи тогда оценили президентский рейтинг Путина в 36%. За комментариями мы обратились к политологу Кириллу Рогову, он прямо сейчас на прямой связи со студией. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, добрый день. Не буду спрашивать у вас, почему такие разные рейтинги у разных исследовательских компаний. Спрошу, в чем вы видите причины того, что рейтинг Владимира Путина так резко и уверенно растет в последнее время? Связано ли это с его общественной активностью, со встречами, которые он в последнее время проводит? Возможно, с риторикой, которую он выбрал? Рейтинг Владимира Путина, отвечу вам на ваш вопрос, не растет в последнее время. Не растет в последнее время. Это аберрация. Здесь, во-первых, я должен сказать, что я никогда не комментирую данные в ЦИО. Это бренд, ворованный у крупнейшего российского социолога Левады и переданный администрации президента людям, которые не имеют никакого отношения. Они полностью зависят от администрации. Если мы тратимся к рейтингам ФОМА, гораздо более уважаемой организации, то мы увидим, что там нет никакого роста. Глядите, в 2010 году средний годовой рейтинг Путина будет 64%. В первом квартале 11-го 59%, во втором квартале 11-го года 54%, в третьем квартале 57%. В четвертом квартале… Четвертом, простите. В четвертом квартале рейтинг достиг минимума 47%, потеряв за год 17 позиций. Если мы посмотрим, что произошло, мы увидим, что в конце декабря, в середине декабря, рейтинг Путина был на минимуме 44-45%. В Январске первый после новогодних праздников опрос показывает 47%. Это очень незначительное изменение вверх, которое в общем соответствует среднему рейтингу Путина за четвертый квартал 2011 года. Если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что у Фомы есть показатель. Спрашивают людей, вы больше или меньше стали в последний месяц доверять Владимиру Путину. Так вот, за последний месяц в середине дня 18% стало больше доверять Владимиру Путину. Но если мы посмотрим предыдущие опросы, то там в предыдущем опросе 22% людей сказали, что они стали больше доверять Владимиру Путину. То есть этот показатель снижается. Что показывает нам, что тренда подъема рейтинга у Путина нет. Есть некоторое небольшое колебание, но тренда подъема пока нет. В информационном пространстве это выглядит так, что в целом выбросил данные, данные, которые я не комментирую, никогда и не рассматриваю как социологические данные. Выбросил данные, где рейтинг Путина резко пошел вверх. После этого вышли данные ФОМ, где показан маленький подъем, в общем, социологически незначимый. И все стали говорить о том, что рейтинг Путина уверенно растет вверх. Это не соответствует действительности. Спасибо большое, Кирилл. Это связано с некоторыми проблемами опросов, с тем, что социологи не показывают нам, сколько людей отказалось участвовать в опросах. И, как правило, те, кто отказывается участвовать в опросах, настроены более негативно по отношению к власти, чем те, кто участвует. Кирилл, к сожалению, это вынуждено прервать вас. Не можем больше беседовать. У нас еще есть несколько новостей, о которых мы хотели бы рассказать.